Если нет, то эта информация пришла ко мне в мозг. Если у меня больше куриц, теперь курицу я не ем. Поэтому я теперь ем рыбу. Горобка моя. Это вот моя история. Оксана ест курицу. Вообще просто... Как я там не ею. Всегда. Мне кажется, она более насыщенная, чем рыба. Я ее не чувствую. Через полтора часа я опять хочу зверски кушать. То есть я лучше кушаю. У меня индейка и белая рыба. Да? Ну мы стараемся чередовать, чтобы у меня не было однообразным. У нас там день курицы, день рыбка. Вкусно приготовлено. Посыпано травками вкусными. Приправками. Вика, какой-то... На всякий случай, вы знаете, как это... У Гришковца была эта история. Про поезда там, если смотрели, что... Я вот это узнала, а теперь и вы это знаете. Так что вот теперь и вы это знаете. Что есть мнение, что курица повышает эстроген. Вот тут, собственно, все довольно тривиально. Можно работать с фиксацией, можно работать... Я работаю с фиксацией. Еще ножки я делаю высушками на себя. Тебя не слышно. Да. Можно работать с фиксацией, можно работать довольно быстро. Да? В быстром темпе. Следующее упражнение в суперсете у нас пресс обычно. Он просто такой, чтобы сильно не вставать, особо времени не тратить. Пресс обычно и скручивания такие базовые. На самом деле пресс мы особо не делаем. Следующее упражнение в суперсете у нас подъемы. Вот это наша фишка этого сезона. Новое упражнение. Мы его ненавидим. И делаем его в начале. Чтобы, в общем, так-то уже отмазаться. По 20 раз на каждую ногу. Да нет отдыха какого-то. Покой нам только снится. И кондиции. Поднимаемся наверх и вне запускаемся. Жиросжигатель. И список такой. И много на самом деле присутствует. Они очень всем вредные. На самом деле лучше выходить без них. Как вам все скажут. Без жиросжигателей. На своем ноге. Но я люблю Black Mamba. Я не знаю, есть ли она у вас. Да, да, да. Смеемся. Я тоже люблю Black Mamba. Жиросжигатели? Да. То есть, ну, есть... Ну, клево. Нарежные. Вы оставлены очень большой ассортимент жиросжигателей. Пожалуйста. То есть, они все вредные. Никто не говорит, что они все полезные. Тут уже как вам тренер скажет. Или как вы сами по собственному желанию. Жиросжигатели употребляются. И все мы иллюзии. И понимаем, о чем идет речь. В принципе. Так что мы не будем вам говорить. Нет, но мы можем тут сыграть. Я говорю, что... О! Что это? Жиросжигатель? У нас есть. Энекарнитин. Энекарнитин. Ну, на самом деле, лучший здоровый образ жизни. Готовиться на экарнитине. И жиросжигать свои жиры вообще. И не кашить. Так? Ребята, у нас остается. Смотрите. 7 минут. Я думаю, что... Ну вот. Началось. Да-да-да-да. Игорь мне же сразу написал, что он готов к тебе. Четыре вопроса. В общем, не тренировал, да? Да. У меня буквально... Буквально четыре вопросика. Они не касаются тренировок. Они касаются фактически насущной жизни бикини. Так вот. Просто кто пришел, они стесняются спрашивать. Но вопросы действительно наболевшие и их стоит обсудить. Мясо. Кому мясо? По заказу. Больше мяса. Меньше жира в массу. Больше мяса. Мясо крепких костей. Мясо по госту. Деды, горька новостей. Конечно, я уже знаю. Итак, первый вопрос. Это ни для кого не секрет, что вокруг дисциплины бикини существует масса историй и слухов. Так. Основанные они, естественно, о чем? Основанные они на поведении девочек вне сцены. В частности, это касается фотосессий эротического и лезбийского характера. Вы что такие? Это действительно так. Я вязала только эротический и лезбийский шутер. Конечно, хорошо. Нас еще с тобой не запомнили. Промнение заключается в том, что фотографы, которые делают эти фотосессии, они пропагандируют это как мода и как необходимость известности для самой спортсмены. Молодые девушки смотрят на это все и считают, что это их путь. Но они не понимают, что мужчины, которые смотрят, и их мужчины, естественно, против такого поведения. Так вот, вопрос заключается в том, что где эта грань морали, чтобы девушка не предлагала себя с обложки журналов, а показывала достижение своей формы, чего она добилась. Главное, что девушки хотят показать себя такими, какими они не являются. Так вот, и вопрос заключается в том, как девушку оградить от поливания грязью, которая является закономерной после такого поведения. Ну, смотрите, я что считаю? Ну, это очень хороший вопрос, на самом деле. Вот лично я, ну, скажем, с тем, что я становлюсь более читаемой, да, там, с тем, что больше людей на меня смотрят, все больше стараюсь следить за своим поведением. И в блоге, ну, у меня есть своя позиция, там, по поводу русского языка, я стараюсь всячески говорить про неспортивное поведение, что нельзя девочкам бикини пить коньяк, там, за сцены. То есть, ну, я стараюсь как-то, как-то вот это все оградить. Лично мои фотосессии, у меня есть два фотографа, да, которые снимают меня, ну, в таком виде. Мне кажется, что это арт, да, что это красиво и это искусство. Я знаю фотосессии, про которые, там, и ты говоришь, и про этих фотографов. Мне это не нравится, но есть другой нюанс, понимаешь, в чем дело. Я считаю, что это все-таки выбор каждого человека. И вот, например, кому-то, вот это эстетично и клево, и вот она считает, что она вот так вот, понимаешь, оголилась тут грудь нараспашку, но это у нее, видимо, внутри. Потому что вот лично у меня внутри такого нет, и в моих фотосессиях этого нет. То есть это все-таки, ну, личный выбор каждого, и все-таки здесь проявляется, скорее всего, сущность человека. Потому что, ну, вот у кого-то есть вот это вот, понимаете, вот все открыто, понимаете. Ну, вот эти календари, да, там, Алекса Крисова. Ну, мы не участвовали в этом проекте, мы не считаем, что это правильно. Ну, то есть, ну, они выбрали так, но это их выбор. Ну, просто для меня, знаете, основной момент какой, что не надо всех подать, ну, ребенку, ну, то есть, есть, знаете, такое мнение, что все мужики козлы. Ну, как бы с чего вообще? Ну, то есть, некоторые козлы, а некоторые очень даже, ну, и ничего. Ну, и бикини также. Ну, то есть, некоторые фотографируются, как попало у кривых фотографов, и выглядят это уродски. Ну, а некоторые очень красиво. Я присоединяюсь к историческим словам, да, я тоже фотографировалась, и у многих фотографов, с одним фотографом я даже разругалась, я не буду называть его имя, он так же хотел, чтобы я разделась, или еще что-то там. Я тоже считаю, что это дело каждого. Раньше у меня тоже дома висели фотографии с моих кубков, соревнований, мне очень нравилось, там, мое тело, как я выгляжу со сцены, там, да, но я тоже считаю, что это, ну, сейчас я уже достаточно созрела и выросла, и я могу себя оценивать и со стороны, и в зеркале, то есть, ну, это тоже дело лично каждого. То есть, ну, хочет человек фотографируется, хочет нет, и что о нем подумает, что о нем скажет, это у него уже, как он отреагирует на это, это его личное дело. Ну, это вопрос, опять же, где-то тонкая грань, да, между искусством, там, и, ну, и порнографией, но, так же, как Голубочкин высказался, да, помните, как-то он, так, бикини... Он не подумал, сейчас он поменял... Да, 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 ну, все там, а, вот он какой, на самом деле, ну, у человека есть мнение, нужно мнение разделять, все правила сказывать, все люди свободны, имеют свободу слова и говорить все, что они хотят. Ну, правда, Вика сказала, если все бабы считают, что мужики сказывают, ну, нет, есть очень хорошие мужики, хорошие люди, то есть, ну, это дело лично каждого, то есть, ну, в принципе, у всех есть свое мнение, и нужно людей... На самом деле, я Голубочкин тоже, блин, уважаю, то, что бы сказала, да, он... Очень легко понять сразу, видишь, вот, какие фотосессии, сразу понимаешь, что там у человека внутри. Да, ну, значит, ну, все... То есть, сразу все яненько становится... Я, наоборот, сейчас, знаете, раньше, ну, как бы очень плачевно относилась к каким-то высказываниям, свой адрес, как бы, еще что-то, но сейчас я уважаю всех людей, спасибо большое, что они говорят, и они не сидят, не молчат, да, они говорят, вот ты вот там жирная, и у тебя жопа висит, ну, ну, и хорошо, висит, я буду работать над этим, и ты сказал мне это, спасибо тебе большое, вот и все. В принципе, я считаю, что, наверное, я выросла, потому что раньше я реагировала очень бурно, ну, на все вопросы. У нас еще одна. Хорошо, вопрос номер два. Мы найдем ответы на это, все нормально. Вы что, взорвали, Игорь? Я никого не знаю, что я видеть. В погодке? Я хочу, чтобы люди поняли просто нынешний. У нас та же цель. Второй вопрос, это мне же больше как Саня. Да, да, Игорь, слушай. Тут большинство собрались из регионов, фактически из провинции. У меня сама та же из небольшого городка. Да, да. Вопрос такой, можешь ли ты по пунктам подписать первое, второе, третье, четвертое девочки из провинции, которые хочут стать чемпионкой, как ее стать? Вот она перспективно генетически одаренная бекинисткой. Таких очень много по стране. Очень много, я сейчас посмотрела. С чего ей стоит начать, и все говорят, тебе нужно выступать, а у нее нет денег. Такая же ситуация была. У меня была такая ситуация, у тебя. У меня муж помог, очень сильно. И как по пунктам, первое, второе, третье, четвертое, с чего ей стоит начать, как это делать правильно, как достичь результата более быстро? Более быстрый результат никогда не будет, ты же сама ошибет, поэтому это тяжелый труд. Все равно, ты же понимаешь сама, что все многое зависит от тренера. Очень много. И чтобы сократить этот промежуток времени от новичка до чемпиона, необходим, например, тренер. Я сразу же обратился к Александру Лешневскому. Да. И до сих пор является мой тренером. И мой путь от маячка до чемпиона мира состоял всего четыре с половиной года. Хотя чемпионом мира мы, кстати, за три с половиной. Вот. И распиши, пожалуйста, что ей нужно делать. Вот она живет в маленьком городочке, скажем, город Киро-Чепецк, мой родной, 36 километров отсюда. И что ей нужно делать, чтобы стать чемпионкой мира, как ты? Ну, я скажу мое мнение, да. Во-первых, нужно, ну, понять, чего ты хочешь. Если ты хочешь стать чемпионом, то действительно нужно из этого маленького города ехать к хорошему тренеру. Я считаю, что хороший тренер – это услуга обоих, да. И тот, кто и начинает свой карьерный путь, и вообще путь спортсмена, и тренера, да. И уже вместе с тренером делать то, чего она хочет. Я считаю, что все здесь зависит от тренера, на самом деле. Но если вы не тренер, то... Желание, я же сказала. Первое желание – сначала понять, что человек хочет, да. Желание, стремление, сила воли. А там уже и тренер будет подсказывать все. Ну, это самое главное. Второй вопрос – это финансовый вопрос. Где найти деньги, чтобы стать чемпионкой? Где найти деньги? Смотря на сколько этой чемпионки лет, и умеет ли она работать лучше. Молодая, перспективная... Я бы, да. Вот я трудоголик. Расскажи свою историю, как ты стала чемпионкой мира. Я думаю, всем интересно будет послушать. Ну, во-первых, спасибо моему мужу, да, Владимиру Артемову, который меня... Ну, я вообще раньше не занималась спортом. Я увидела, как он занимается, мы пришли с ним в зал и начали вместе тренировать. А потом появился такой замечательный конкурс именно этой номинации. И мы... Он... Ну, начали готовить к соревнованиям. Потом мы встретили... Он... Я узнала о тебе, в первую очередь, потом Александре Вишневскому, да. И мы пришли к Игорю Гостюнину, потому что он чемпион мира. Для меня в моих глазах как-то так, Игорь, там, чемпион мира, я хочу к нему. Ну, и мы начали обращаться к нему за советами, и стали руководствоваться его... Вообще... Слова за него, тренировками, то есть, что он нам говорил. И... Ну... Нет, смотри, Александр, задача, смотри. Со стороны сейчас картина такая, что тебе помог во всем муж. Ну, это так и есть. Но еще и это моя сила воли и мое терпение, правильно? То есть, задача, чтобы найти финансы, нужно найти хорошего мужа. У меня не было финансов на тот момент. На тот момент у меня не было Игоря Финансов. Но если бы, да, не было мужа, и сейчас, да, вот сейчас я вполне независима и работаю, я бы сделала... Именно сейчас я бы сделала все возможное для того, чтобы заработать денег, взять кредит, ипотеку, потому что я сумасшедшая. Если я чего-то захочу, я обязательно этого добьюсь. Ну, и пошла бы к тренеру, да, к хорошему. Делала бы все, что он говорит, не сбивалась пути, шла до конца. И там уже, ну, получилось бы, не получилось, но я бы делала все возможное для себя, чтобы добиться каких-то результатов, которых я хочу. То есть, я бы взяла кредит, вот я говорю, то есть, ну, нет, нет невозможного. Есть всегда путь какой-то, да? Или я бы заняла, или я бы взяла, украла, то есть, ну... Если я, ну, задамся целью, то... Молодец. Ну, серьезно, а что? Я бы пошла дальше, вперед, не оглядываясь никуда. То есть, ну, я хотела попасть на кубок Александра Мишневского. Я попала, я хотела выиграть, безумно хотела выиграть. Я, ну, не поехала ни на какие кубки, ни на Россию, ни на Питер, ни к Ешанкину. Я мечтала попасть, просто я не на... Ну, отдыхала там недолго. И, наконец, попала, и сбылась моя мечта. И я, на самом деле, была этой кубке, этой победе рада. Больше, чем даже на Арноте, потому что я этого хотела, и мое желание сбылось. Все. Молодец. Спасибо. Третий у меня вопрос. Это семейный институт, как вы понимаете, в современном обществе начал сдавать свои позиции. К сожалению. Я уже на протяжении, сколько уже сезонов, 4-5 бикини уловил. Да. Я примерно столько же видел распадание семей. Спортсмены, которые начинают выступать, начинают выступать успешно, они начинают ловить звездов, оттуда, и считают, что теперь уже весь мир у их ног. Но, к сожалению, такого не происходит. Как сохранить семейный брак, ну, точнее, семью и брак, и в вашем понимании, когда нужно заводить детей, и до скольких лет выступать на сцене для степени детей. Значит, тоже по вопросу, в самом деле, у нас такая очень... Ну, смотрите, ну, давайте, что, раскрываем карту. Мы разведем его, мы живем вдвоем. Живем вместе. Так получилось. Ну, на самом деле, так. Ну, смотрите, я просто действительно считаю... Ну, это хороший вопрос по поводу института семьи вообще, в принципе, в обществе, ну, и в спорте в частности. По поводу... Я считаю, что это не мешает. Если люди сошлись в нужное время, и они оба развиваются, и оба идут, то девочка стала заниматься бикини или не стала заниматься бикини, вообще роли никакой не играют. Потому что это просто маленький кусок жизни. И человек второй, ну, я имею в виду мужчина, он просто должен ее, ну, не ограничивать, да, и уважать ее выбор, если уж она это решила. У меня было так. То есть мы разошлись не по причине того, что я стала заниматься бикини, там, или еще, ну, чем-то. То есть я вообще не понимаю этой истории, честно говоря, когда мужчины ограничивают женщину выступать в категории бикини. Ну, да, из-за чего основные конфликты. Есть другой нюанс, вот он более глубокий, да, более тонкий момент, что человек, ну, женщина, она чувствует в себе силы дальнейшей реализации. Она понимает, что она хочет карьеру, она может идти дальше. Ну, то есть ей нужно, скажем, быть популярной не только в глазах своего мужа, а быть, ну, вот как-то влиять на мир. Вот лично, ну, это моя личная история. То есть я почувствовала, что я просто, ну, у меня нет, скажем, возможности, нет желания, и мне хочется делать что-то, делать что-то социально значимое и не уходить сейчас в семью, не заниматься вот именно этим институтом семьи. И поэтому, ну, вот, произошла такая история. По поводу детей у меня лично очень осознанная позиция к этому. Я считаю, что женщина детей должна захотеть. И это история с этой, в России, это только в России такая фигня, что, блин, 27-х ты не родила, ну, и все, это в банк. Слабо, и все, 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 и все. И где такого нет, ну, люди рожают в Англии 32, 33, 35. Они рожают, я, то есть, ну, то есть, я считаю, что нужно делать тогда, когда ты хочешь. И многие женщины говорят, что ты просто не можешь без этого, и все, и ты рожаешь ребенком. Хорошо, теперь я немножко тогда коснусь статистических данных, потому что Европа на данный момент вымирает. Ты в этом что-то... Проблема в том, что у женщины начинаются сильные гормональные изменения после 30 лет, и проблема уже возникает о рождении ребенка. Серьезно. Я согласна. Что касается всех рас и всех народностей, до скольких лет можно успешно выступать в бикини, и до скольких лет вы планируете выступать? Ну, вот смотри, в России я считаю, что все равно, ну, вот стоит женщина, которая 30 лет в бикини, и которая 18, ну, что их сравнивать, ну, у них разные тонны с кожей, но я лично после 30 лет в бикини в категорию точно не выйду. Ну, это глупо, понимаете, ну, просто, ну, это природа. Я точно так же, мне кажется, 30 лет это достаточно такой возраст. Когда пора задуматься о семье, вообще-то встретить человека по жизни уже, как Бог, да, говорится. Если я сейчас встречу человека, полюблю, и будет хорошо, я сейчас рожу, и мне нафиг мне не нужны соревнования бикини, просто это в этом моя реализация, я работаю, я сейчас этим живу, и если встретить человека, я рожу ему детей, очень много, я очень люблю детей, и сейчас прям, хоть когда, когда? Просто мне кажется, что за мной страх, то есть, знаете, у меня бикини, это как-то, сейчас я этим живу, просто, это моя жизнь, мне это нравится, я реализуюсь в этом, я люблю очень спорт, и люблю своих девочек. Ну, просто это страшно, знаете, в чем, на самом деле, у меня просто был такой период, я перестала выступать, когда вышла замуж, и три года я жила, и у меня было это желание выйти на сцену, но я как, ну, там, понимала, что это неправильно. На мой взгляд, самое страшное в жизни, это в 40 лет оглянуться назад, и вот понять, ну, что ж я 15 лет прожил под этим колпаком, а в 40 лет этот муж еще и уйдет, понимаете? Вот это нормально, а вот именно в 40 лет ты проснулся, понимаешь? Ну, и как бы тебе уже, в принципе, 40, твой муж ушел, а ты 15 лет потратила на сохранение семьи, которая, как бы, в итоге распалась. Ну, по-моему, это вот самая страшная история. Я считаю, что тоже нужно любить жизнь, и получать от жизни все, и удовольствие, и ценить ее, потому что она бывает. Ну, потому что наша жизнь, да как клевая, ребята, как вы ее представляете? У нас каждый день как маленькая жизнь сейчас стала. Мы просыпаемся с утра, и вообще, мы реально как бы живем в счастье. Заключительный вопрос. У нас есть, вот когда спрашивают, назовите топовых бикинисток, да, все называют четыре фамилии. Ну, они. Это просто, да, Кутрова, Ерегина, Усманова, Артемова. Артемова, что, тоже не называют. Я думаю, что что-то списали уже. Хащеевый. Хащеевый. А, ладно, хорошо, извини. Это уже я про четыре, я топ-4. Вот, и вот как вы оцениваете уровень Екатерины Усмановой? Она на данный момент сейчас самая популярная киневистка в России. Поддерживаю. Вот, как вы оцениваете ее уровень? Относительно, вот она супер популярна, и ее уровень на сцене. И соотносите это со своим уровнем. Можете это сделать? Вообще, вот я отвечу, да, у меня конкуренции нет. Я всегда считала, что конкурент, я сама себе в зеркале, я стараюсь быть всегда лучше себя. Екатерина, она очень хороший спортсмен, очень хорошая девочка. Она трудится, она работает, она очень хорошо себя поддает на сцене. И тут невозможно говорить, какие-то у нее плохие, качественные, хорошие. Индивидуально, по мне, у нее есть какие-то недоработанности, у Вики тоже там она скажет, что у нее что-то недоработанное. В принципе, ну, я не знаю, но у каждого есть Вики какие-то боицы, да? Ну, в принципе, я скажу просто то, что я считаю. А, ну, она спортсменка, она хорошая и топовая, молодец, она работает над собой, ведет тренировки, выкладывает их в интернет. У нее очень большое количество фанатов, и как человек, я успела с ним пообщаться нормальная, адекватная. Ну, вот по мне, у меня есть, существуют другие идеалы, это Наталья Мило, и я вот стремлюсь к ее пропортии, она мне нравится, и вот, в принципе, и все. Слушай, ну, мне очень нравится Катя Усманова, я вообще не очень поняла эту историю на Арноде. Во-во-во-во. Да. Я не знаю, я не понимаю, то есть, для меня непонятно ее место, я бы оставила гораздо больше, мне нравится. Ну, то есть, вы оцениваете ее уровень и международный уровень, правильно? Лично я, да, вот лично я. Я просто не просто так задал вопрос именно про нее, потому что в недавнем интервью у нее спросили, где вы будете проводить семинары, и когда это произойдет. На что она ответила, что я семинары проводить не могу, в силу того, что у меня недостаточно знаний, чтобы объяснять это людям. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Ну, ты знаешь, мне это довольно странно, потому что я смотрела ее ролики, да, довольно новую, и она говорит довольно грамотно, на мой взгляд, у нее есть обоснования по тем, что она говорит. Просто она, именно здесь вопрос в опыте. В силу какой-то определенной, там, может быть, популярности, меня зовут на разные семинары, я не хочу принципиально на них ездить. Я считаю, что девочка, которой, там, 24 года, ну, я считаю, что я еще не доросла собирать массы людей и рассказывать всем вещам. То есть, чтобы давать информацию людям, необходим большой опыт, да? И вот она сделала акцент именно на этом, что у нее недостаточно опыта, чтобы что-то советовать людям. Не, ну, слушай, у нас тоже, знаешь, не сказать, чтобы прям тогда, так уж много опыта, так можно всем заговориться, почитать. Мы сидим там, следим постоянно за книжками или еще что-то, мы делимся своим опытом, который мы сами приобрели. Для меня это новость? Ну, я не знаю, то есть, в ее ролике они информативные, они имеют под собой обоснования, она очень много читает Инстаграм американских, и все время говорит, вот это там делает такие упражнения на ягодицу, а это не такие, то есть, я не поняла, что она сказывает. Нет, она обоснована говорит, то есть, ну, я думала, что она есть с семинарами, я видела ее в блоге и читаю ее, потому что она вполне справляется со своими обязательствами и говорит все по делу и по существу. Что ж там за интервью-то было? Я тоже делаю эту связь. Интервью, это проект Василия Кузнецова, железный рейтинг, отдельный подпроект, железная студия. Там пришла речь о том, как должна выглядеть бикини. И взяли девочку бикини, которая не выступает, ну, считается, как в народе сейчас принято считать это термином фитонеж. И интервью вышло хорошее, но народ его не понял, в силу того, что народ очень любит право, и которое он не видит. Соответственно, народ, когда распознает фальш, он недоумевает, почему это преподносится нам, как информация. Что там было в мультурстве про воду? Что фальш было? Чтобы понять, нужно посмотреть. Окей, мы посмотрим. Потому что, ну, скажем, мы не будем тут оптимовать. Да, не было времени, мы снимаем. Да, просто суть в том, что девушки начинаются прикрываться семьей и детьми, когда этой семьи фактически не существует. Я помню, а тебя. Вот, и когда возникают такие вопросы, люди же смотрят, а есть фанаты, которые досконально изучают биографию человека, и получается неточность. Стыковочка. Да, нестыковочка. И сразу же начинается вот это поливание всем, чем только можно. Вот, поэтому я задал первый вопрос, как это выдержать. И вот эту грань где соблюдать, чтобы девочка, ну, показывала себя такой, какая она есть. Они, ну, естественно, на камере... Ну, немножко получше. Мы хотим выглядеть намного лучше, чем мы на самом деле едем. Да, да. Так, все. Показать тебе в лучшую сторону, да. Да, например, что касается моего проекта «Мяшка по госу», там я выгляжу хуже, чем я на самом деле есть. Ну, да, ты такой критик. Это совершенно другая позиция, которая тоже вызывает. Ну, это очень новый проект, и ты молодец, что ты его создал, и мы очень большое спасибо тебе за этот проект. Спасибо вам большое за ответный вопрос. Спасибо тебе огромное. Мы очень готовились, мы боялись этого вопроса сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому